Фредерик Чайльд Гассом, Дерчестер, Массачусетс, 27 августа 1935 года, Лонг Элленд, Нью-Йорк, американский художник-импрессионист, жизнь и творчество, уже в юности был увлеченным рисовальщиком и акварелистом, в 1877 бросил школу, первое время работал ксилографом, делая графические иллюстрации для таких журналов, как The Century Magazine, Харперсу и Клейс Кребнюрес Монтли. В 1878 начал посещать вечерние курсы при Бастонском художественном клубе-институте Луэлла, в этот период написал свои первые пейзажи в натуралистическом стиле, в основном это виды Бастона и его окрестностей. В 1882 состоялась первая персональная выставка Гассома, на которой он впервые продавал свои полотна, летом 1883 года впервые выехал в Европу, посетил Италию, Францию, Голландию, Англию и Испанию, большое влияние на него оказали акварели у Тернира. В 1884 после возвращения на родину выставил в Бастоне 67 сделанных им в Европе акварелей, в том же году женился на Катлин Моддаун. В 1886 году посетил выставку французских художников-импрессионистов и в том же году уехал в Париж, где прожил три года, учился в Академии Жулиана. В это время источником его доходов являлись иллюстрирования издававшихся в Бастоне книг, а также продажа картин на американских аукционах. В 1887 году впервые выставлял свои полотна в Парижском салоне, принимал участие во всемирной выставке 1889 года, на которой завоевал бронзовую медаль, в том же году уехал в Нью-Йорк. В 1909 году Нью-Йоркский Метрополитен Музей купил одну из его картин, в 1897 вступил в Американское общество художников и совместно с Джоном Твахтманом и Жулианом Вейером создал группу 10 американских художников, становится ведущим представителем американского импрессионизма. Большим успехом пользовались его городские пейзажи. Совершил несколько поездок по США и Европе, а в 1916 году он начал серию картин с изображениями флагов разных стран, которых он пропагандировал вступление США в Первую мировую войну. В 1919 году поселился в Истгамптон на Лонг-Айленде в Нью-Йорке, где прожил всю оставшуюся жизнь – галерея.